всем привет друзья сегодня у нас завершающая часть осмотра острова арма 3 altis life называется остров майами мы уже посмотрели очень много в этой части бегло осмотрим все достопримечательностей один из способов добычи способ добычи просто необычный поэтому мы на него немножко посмотрим но не будем уделять много времени ничему все очень бегло очень быстренько вот зайдя записать третью часть заключительную я здесь познакомился с человеком как я уже говорил и первой и второй части остров только-только вот выходит в релиз в группе вконтакте можно найти информацию о том какие группы набираются сейчас какие есть вакансии и вот один из представителей он как раз таки и будет здесь работать в полиции ну и по доброй традиции которая заведена на островах арма 3 всем новичкам если есть возможность всегда помогают денежками ну вот он мне тоже помог деньгами за что им конечно же огромное спасибо мы еще некоторое время с ним поболтали обсудили проблему острова и разошлись по своим делам я поехал в магазин покупать грузовичок так как его денежка которого мне подарил как раз мне поможет решить финансовые вопросы связанные с покупкой грузовика хотелось бы купить еще и вертолет чтобы посмотреть остров с высоты птичьего полета но этот вопрос мы решим потом и вот мы уже возле магазина грузовиков кстати еще раз низкий поклон разработчику что поставил здесь этот банкомат быстренько перебираем понимаем что нам можно купить только вот такой грузовичок больше денежков не хватает к сожалению его сейчас как раз причина моей благодарности мне не хватает денег но бежать никуда не надо вот он стоит здесь в банкомат все сняли пошли покупать машину вот почему я благодарен автору что поставил здесь этот банкомат все приобретаем машину и уезжаем не надо больше бегать искать банкоматы а поедем мы с вами сейчас рубить древесину не на каждом острове ставится мод на такую рубку древесины мне хочется посмотреть как это выполнено здесь но чтобы тут добраться мы сталкиваемся с огромным минусом этой карты это невозможность ставить метку и очень очень далекие точки друг от друга точки добычи . переработки . продажи но в данном случае только две точки . добычи . продажи но все равно находится на очень и очень большом расстоянии друг от друга ну и как же без моих любимых шлагбаумов но на этот раз я наплевал на все роли play составляющие этой карты и просто тупо объехал ну надоело уже открывать не за все время обзоров эти шлагбаума туда и сюда но возвращаясь к карте то на мой взгляд визуальную точку направления нужно вернуть обратно на место она очень и очень сильно упрощает поиск объекта вот на данном этапе я потратил минут наверное 10 или 15 даже просто для того чтобы найти эти точки пометить их на карте кружочками и нарисовать себе путь когда сюда добраться это наверное как раз тот случай когда не надо перегибать с реализмом но мы добрались и вот посмотрите как здесь выполнена рубка деревьев мы стукаем по нему топором и она падает рядом оказывается бревна ну все быстренько собираем эти бревна больше похоже на связки дров грузим их быстренько у машины все мы в шоколаде это один из самых быстрых способов заработать потому что нету промежуточной точки переработки мы просто рубим собираем рубим собираем и потом едем на точку продажи для быстрого заработка это самая удобная работа и еще к тому же не самая дешевая но надо отметить что бывает и другие моды где надо рубить дрова собирать их и потом вести на переработку делать из них бумагу и уже потом бумагу надо продавать то есть не на всех островах и рубка деревьев выполнена одинаково поэтому я приехал сюда посмотреть мы все я быстренько нарубил и мы едем и продавать вот и точка продажи и тоже посмотрите отсюда как и все точки продажи переработки здесь есть антуражик саму продажу надо производить непосредственно вот в этой будочки ну вот было бы еще лучше если вы здесь вместо вот этой вот вывески стояла какой-нибудь бот и стоял бы стол например перед ним да ну быстренько продаем смотрим что денежки у нас появились и теперь можно ехать и покупать вертолет чтобы посмотреть на этот остров с высоты птичьего полета вот так выглядит . прощаемся с ней и летим в аэропорт наверное если бы изначально была возможность купить сразу же с первого захода на остров и вертолет обзор был бы гораздо быстрее но к сожалению такой возможности обычно не бывает но и имея сразу возможность купить вертолет наверное не увидишь всех тонкостей работы переработки продажи тому подобное ну вот мы наконец-то добрались до магазина авиационного транспорта ну нам доступен только один вертолет быстренько выбираем какую-то краску вот такую вот покупаем и летим смотреть что еще есть на этом острове что можно посмотреть с высоты птичьего полета интересует меня в первую очередь как здесь выполнена повстанка если какие-то премиальные базы если еще какие-то интересные точки переработки продажи или добычи сырья остров совсем непростой видно что разработчик приложил руку к его разработке поэтому хочется увидеть еще какие-то уникальные штуки и вот недалеко от аэродрома нам сразу же попадается одна из видимо местных премиальных баз но на самом деле база так себе как сказать она скорячок что ли состряпанная ничего такого особенного здесь не вижу поэтому даже и задерживаться не будем наверно полетим дальше по виду так может быть это даже и не премиальная база может быть просто какая-то база может быть не знаю ну простенькая она какая-то простенькая летим дальше посмотрим как здесь выглядит повстанка как выглядит крым и вот мы уже подлетаем как видите на этом проекте целый полуостров выделен для нуж повстанцев вот так то выглядит въезд на этот полуостров как видите он перегорожен каменным баррикадами и стоит кп контрольно-пропускной пункт ну судя по всему просто так въехать на этот полуостров не удастся нечто подобное я уже видел на одном из островов также была огорожен а правда забором но вот что-то типа но надо сказать что не на всех островов далеко не на всех островах целый полуостров отдается под нужды повстанцев уж не знаю какой рп здесь будет отыгрываться но судя по всему что это будет территория не подконтроля государственным силам но вот вдалеке показывается уже сама постадоческая базовую и уже издалека вижу что она такая очень скромненькая в общем-то на ней Находится, ну, минимум объектов Скорее всего, здесь одни магазины И больше, в общем-то, ничего и нету Так как на самом острове так-то въехать тяжело Поэтому и какие-то городить заборы Нет и смысла на самом деле Ну и вот действительно, видите, как я и предполагал Тут все уставлено магазинами Банкоматами, в общем-то Такие нужды повстанцев Тут транспорт оставить, что-то прикупить Ну и, в общем-то, все Такая очень простенькая, лишенная на самом деле Уюта, но, тем не менее, вот такая вот база Так сказать, повстанцы и народ суровый Роскоши им ни к чему И да здравствует минимализм Ну, а мы летим дальше Здесь, на этом повстанческом полуострове Очень много точек добычи нелегальных ресурсов Но есть и легальные на самом деле Вот одна из точек Правда, не знаю, что это такое Но выполнена она таком Я бы даже сказал, не выполнена А выдержана именно в стиле этого проекта Это огромное нагромождение скал Разруха, развалины И в отличие от песчаного карьера Или там добычи меди Тут опять минимализм Нефиг повстанцам здесь в роскоши купаться К сожалению, не удалось мне выяснить Сколько здесь стоит лицензия повстанца Или бандитская метка Не знаю, как она здесь называется Я не смог увидеть, поэтому не смог показать Ну и вот мы подлетаем к изюминке Это премиальная база Я специально кружил, чтобы стемнело И показать ее именно в ночном свете Смотрите, как это эпично выглядит Мало того, что она стоит в нестандартном месте Тут, видимо, сделали какую-то насыпь для нее Она еще и красиво светится И озаряет вокруг себя воду Вот тут нет сомнений Это база премиальная Кто-то ее заказал Кто-то здесь ее построил Выглядит, конечно, эпично Нравится, что нету левых объектов Ну, практически нету левых объектов Все сделано из объектов Самой Армы или DayZ А Арма и DayZ Это один и тот же движок Рилу Виртуалити Поэтому все объекты Забалансированы И с хорошей оптимизацией Посмотрите, как оригинально Сделан въезд на базу Через такой туннель Я столько островов повидал Столько баз повидал Но вот такого я не видел На самом деле Такое оригинальное решение Ну, давайте залетим туда Посмотрим, что там есть внутри На этой базе Тем более, что у меня кончается топливо А заправки я что-то так и не нашел Ну, вот у них здесь своя заправочка есть Кстати, я прилетал над аэропортом Так и не нашел там заправки По-моему, забыли поставить Или еще не нашли Какого-то подходящего объекта Ну, нет В аэропорту заправки Ну, а вот здание Про которое я говорил Это с карты Чернорусь Полицейский участок Надо сказать Хорошо сюда вписался Ну, а вот тот самый туннель Прикольно Эпично смотрится Действительно Я такого не видел Молодцы И вот тут можно хорошо заметить Что автор практически не прибегает К сторонним Неоптимизированным объектам Он все объекты берет Это вот С Тандалона С Дези С самой Армы С других С Зулу А ведь это значит Что сервер практически На сервере, менее Практически отсутствует Проседания по оптимизации А вот что сказать про базу Даже не знаю Она какая-то Уж очень-очень Замудренно запутанная Уж очень много Здесь поворотов Заворотов Дверей Ворот Если он, как видели Даже двойные Вот такие Например Объект в объект Входит Дело в том Что большая часть Этой базы Даже не будет задействована В игровом процессе Сама рабочая часть Это вот та Где мы приземлились На вертолете Туда может заехать Транспорт Туда может сесть вертолет А дальше Никто даже И ходить-то не будет Там есть здание Если что Там можно Какие-то вещи положить Ну а вот эти все Закоулки Это просто антураж И в общем-то Пользоваться Эта база Прямо всеми Своими закоулками Никогда и не будет Ну а в общем-то Как они и будут пользоваться Это уж дело Ребят Которые здесь будут играть Ну а наше дело Посмотреть Но выглядит она эпично Да Выглядит эпично Хотя и сделано Так сказать Из подручных материалов Ну и в конце Мы еще посмотрим Как здесь выполнены Точки Переработки Продажи И как я уже и говорил Смотрите Здесь ни одна точка Не сделана одинаково Каждой точке Продажи Переработки Автор подошел С головой С умом С душой Видите На каждой точке Есть какой-то свой Антураж Редкий Редкий объект На карте Не был реконструирован Или не переделан Я же в свою очередь Постарался показать Максимально многое Из того Что автор Сделал И привнес В этот проект Надо признаться Что проект Получился таким Теплым И атмосферным Ну а дальше Дело за игроками Какой РП здесь будет Какие игроки придут Будут ли пользоваться Этой остров популярностью Не знаю Ну а у меня на этом все Спасибо за просмотр Я полетел искать новые острова Увидимся в следующем видео Всего вам доброго Всего вам доброго Субтитры сделал DimaTorzok